всех приветствую дорогие друзья очередная посылка от д а гости не давайте посмотрим что в этой посылочки 4 номера у нас как всегда это номер 33 номер 34 номер 35 и номер 36 начнем сначала откладываем номера и смотрим что нам предлагает в этот раз д а гости не номер 33 номер 33 у нас если я правильно понимаю да я правильно понимаю это бак бак у нас правый предлагаю сразу же собрать бак и установить его и 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 Ну что ж, мы собрали номер 33, теперь достаем номер 34. В номере 33 мы собрали бак и собрали трубочки, идущие от баков к разветвителю, к тройничку. Кто не знает, в автомобиле УАЗ находятся два бака. И на приборной панели у нас есть переключатель, который переключает между первым, по-моему, и вторым баком. По-моему, там, я не помню, честно. Точно, не помню, где переключатель этот находится, но, по-моему, именно там. Так, что у нас в номере 34? У нас в номере 34 порог, пол кузова, левая часть порога, грязезащитный щиток. Названия-то какие красивые. И чего-то у нас тут не выпало еще. Да, всегда смотрите за... Все ли вы достали из пакетика? У меня уже было пару раз. Я такой, опа, детальки не хватает в пакетик, а она там лежит. Поэтому не боимся, достаем все. Я что-то тут не понимаю, дорогие друзья. Видите, все не до конца, чуть-чуть прикручено. Ну, что-то я тут... Так, ну, возьмите, взял, приложите, приложил. И что? Ничего, да? Еще раз прикладываем. А, все. Да, то есть в какой-то момент мне показалось, что ничего не подходит. Все, приложилось. Фу. Так, теперь это надо все как-то прикрутить. Все, я понял, как это делается. И начинаю собирать. Вот так вот. Так, для этого нам понадобится... Ага, то есть сначала они предлагают нам начать с брызговика. Это, кстати, брызговик. Он абсолютно пластиковый. Понятно, что в нашей модели мы его использовать не будем, потому как максимально глупое занятие использовать пластиковый брызговик. Его оторвет у нас мгновенно. Но, чтобы не потерять данный элемент, мы его пока приделываем. Я думаю, нужно делать уже пора отдельную серию и начинать изготавливать элементы, которые мы будем менять. Кстати, кому интересно, ссылочку оставлю. Канал Павла Ишутинова, моделист из Санкт-Петербурга. Он уже начал переделывать данные УАЗ на радиоуправление. И уже установил мосты, коробку передач. И, по-моему, мотор на эту раму. Я с ним не согласен, к сожалению. Делает он красиво, молодец. Но, мне кажется, рама данная не выдержит даже лайта. Ну, потому что мы все с вами знаем, какое качество у Де Агустини. Но мы это узнаем, когда соберем все наши модели. И сможем уже посмотреть в, так сказать, движении, как они едут. Понятно, что мы сможем это посмотреть и раньше. Уже пол есть, да. Можно уже собирать раму делать. Устанавливать коробки передач и прочее. Но я пока не спешу. Потому что, мне кажется, что сейчас будут еще, возможно, какие-то нюансы интересные. И после этого только делать, да. Так, устанавливаем. Субтитры создавал DimaTorzok Так, значит, я допустил свою первую ошибку. Но не понимаю пока, почему именно так произошло. Ага, потому что я... Так, с нижней стороны пола кузова установите и закрепите двумя винтами. Грязезащитный щиток. Так, хорошо. Теперь, значит... Ага. Все, я не дочитал до конца. И поторопился. Смотрите. Обязательно дочитайте до конца. Чтобы не было ошибки, как у меня. Вот АП и АР, точнее, и СМ винты. Вот сюда вкручиваются винты. Вот сюда вот вкручиваются винты. Сейчас скажу, какие точно. АП. Авинт... АР, точнее. Авинт СМ, да? Он имеет другую резьбу. Вкручивается вот сюда. За счет этого я заломал вот этот вот винт. Вот этот вот винт заломал. Пока я трогать не буду ничего. Он держится. Но, скорее всего, придется с ним что-то делать. Что, пока не знаю. Потому что высверлить, сами понимаете, отсюда невозможно. Наверное, проще будет купить новое днище. Но это уже проверено по старым номерам Де Агустини. С заломанными болтами, да, проблема. Так, еще мы забыли. Вот это вот. Сюда надо. Вот сюда нарисовано, что выведите. Вот сюда. Вывели. Молодцы. И закрываем номер 34. И у нас номер 35. Все то же самое со второй стороны. Я так думаю, это показывать вообще бессмысленно. Ну, потому что все совершенно аналогично, как и на той стороне мы сделали. Так, собрали. Молодцы. Какие-то винтики у нас болтаются лишними почему-то. Вынул больше, чем нужно. Все, запаковали. Открываем последний 36 номер. В 36 номере у нас элементы, если я правильно понимаю, радиатора. Сейчас будем собирать радиатор. Зная до огустини, я не удивлюсь, если этот радиатор еще и не весь у нас в комплекте. Это, конечно, будет максимально смешно. Ну, отложили. Достаем. Все. Все достали. Итак, смотрим. Поехали. Что нам первое предлагают сделать? Взять такой элемент. Разложить это. Радиатор. Это. Так, смотрим. Крышка. Достаем. Крышку. Стоп. Все здесь находится. Не увидел. Показалось, что не хватает элементов. Вот он, малюсенький. Так, ставим сначала крышку. Говорят, не крышку сначала ставьте. Так, ага. 80 миллиметров. Давайте разложим, как они нам это предлагают сделать в журнале. Потому что так будет удобнее. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вот так вот. Так, вот это нам понадобится. Говорят, что 80. Нет, 80. Вот это вот. Обманываете. Да, вот это вот. Значит, возьмите 80. Удобно, да? Разложить трубки по длине. Главное разобраться с длиной. И можно без замеров обойтись. Берем. Главное разобраться с длиной. Закончили сборку. Ну, я для себя закончил, да? Для тех, кто собирает именно модель не на радиоуправлении, будет, конечно, правильным подключить все вот эти вот шланги. Подключить туда, куда они должны быть. Я, еще раз говорю, делать этого не буду. Почему? Потому что мне не нужно это. У меня этого не будет элемента. Здесь, кстати, еще где-то должен вырасти бачок расширительный, в который это все подключится. Какой-то из шлангов куда-то пойдет. Ага, это у нас не шланг. Это у нас пружинка. Это вот эта вот пружинка у нас. Кстати, почему ты не хочешь фокусироваться? Не хочет, почему-то, дорогие друзья, фокусироваться он. Но вот эта вот пружинка. В нее вставляется вот так вот шланг. С двух сторон он вылезает. Ну, выглядит круто. Да, молодцы. Хорошее решение. И должна быть у нас вот эта вот пружинка. Сюда тоже шланг. Ну, не шланг, это оплёточка. Да? И получается вот два таких элемента. Которые, я еще раз говорю, я устанавливать не буду. Потому что все, что мне нужно для радиоуправляемой модели, у меня есть и шланги. Они красивые, классные, но они, к сожалению, у меня все вот эти на выброс. Так как мотора у меня тоже такого же здесь не будет. А будет именно коробка передач с электрическим мотором. Спасибо, что смотрели. Следующий ролик, я думаю, я надеюсь, да, что получится у меня уже немножечко рассказать вам о раме. Я надеюсь, что она частично уже будет готова. И мы уже задумаемся о компоновке. То есть, не обещаю, да, потому что, к сожалению, здесь зависит все не от меня. Мне это делают, изготавливают. Но попробую поторопить людей. Спасибо, что смотрели. Пока.